Итак, мы начинаем изучать шестую мишну в трактате Устной Торы по учению отцов. Значит, продолжает здесь эту мишну говорить выдающийся мудрец, которого звали Илель. Илель, он говорил следующую вещь. Он говорил так. Значит, не может быть бур, это человек, который безграмотный, вообще безграмотный, невоспитанный бур. Это не те буры, которые потом были в ЮАР, по-моему, были буры, которые от США отсоединились. Буры это были безграмотные люди, да? Подходит слово бурьян, такие, знаешь, саморостки, которые не воспитывали их, не обучали их. Были такие люди. И он не может быть эрехет, он не может бояться греха. Почему он не может бояться греха? А он не знает, что такое грех. Он вообще не знает. Для него грех это, например, что может быть для такого человека необразованного? Вот грех. Что считается для всех необразованных людей, даже вот самых таких темных грехов? Убить, своровать. Убить не факт. Убить, может быть, врага, там убить, для них тоже нормально. То есть, а что же считается для них вот этим прям грехом, грехом для всех? Для Маугли даже. Не знаю. Наверное, в любом обществе, не знаю. Потому что, куда мы не посмотрим, у всех разные законы. У Чучи, например, они родители садят на, когда они старые, становятся на льдину и отправляют в море. Класс. В общем, написано так, что сам человек додуматься до того, что грех, что не грех, он не может. То есть, это только нужно узнать. Откуда-то, почему, потому что, это, кстати, интересно, что тайна вот этого была первого греха, первого человека, дерево познания добра и зла, что змея сказал, когда вы от этого дерева сидите, вы станете как бог, создающими добро и зло. То есть, именно человек, это божественная функция, сказать, что грех, что не грех. Бог создал мир, и он сказал, это добро, это зло, это грех, это не грех. И мы своим мозгом не можем догадаться, почему шатнес это грех. Это непонятно. Но мы знаем, что если Бог сказал, что это грех, значит это грех. Если это добро, это добро. Если это заповедь, это заповедь. Если это запрет, это запрет. А первый человек, когда он съел от этого плода, он начал менять местами. Он сказал, а я говорю, что вот это добро, а вот это зло. И он начал менять местами. И вот это как раз здесь скрыто в том, что сказал Елель, что бур тот, кто не изучает божественную мудрость. Он не может бояться греха, он не знает, что такое грех. Вело Амарец Хасид. Значит, кто такой Амарец? Амарец это невежда, но он все-таки уже принял божественную систему управления миром. И он понимает, что есть Бог, он сотворил мир. И он сказал, что добро, что зло. Где заповедь повелевающая, где запрещающая. И вот он говорит, я согласен это все соблюдать. Но есть такой еще статус, это Хасид. Тот, кто делает больше, чем буква закона. Тот, кто делает Хасидут, это когда ты уже сердцем хочешь приблизиться к Богу. И ты разрешенные дела делаешь больше, чем надо. Запреты ты устражаешься в запретах. Так вот, Амарец это человек простой, не ученый. Он не может быть Хасидом, потому что он может сильно ошибиться. Он может устражаться там, где не надо устражаться. Он может облегчать там, где... Но Хасид это тот, кто устражается и старается сделать больше, чем требует закон. И он говорит, нет, Бур не знает вообще, где грех. Он вообще не может разобраться в системе. Амарец, тот, кто принял систему и чуть-чуть учился. Он не может быть Хасидом, да. Он не знает, где границы. Вело Абаяшан Ламет. И он дальше дает нам ключ. Он говорит так, что тот, кто стыдится своего незнания, он не может учиться. Стыдливый, который он боится спросить, он стесняется показать, что он не знает. Он не может учиться, изучать. Это есть известная история, как для того, чтобы чему-то научиться, нужно первое, создать у себя вот это состояние, я не знаю, как пустая чашка. Тогда ты можешь спокойно подходить, задавать вопросы, спрашивать. Но если ты такой сидишь и говоришь, я знаю, все. То есть в этот момент тебя уже невозможно научить. Он говорит, стыдливый не научится. Вело Акабдан Миламет. И тот, кто Кабдан, Кабдан это тот, кто, если тебе педант на русский, да, Кабдан Педант. Чересчур Педант. Да, Кабдан это который чересчур Педант. Он не может обучать. Ляг Пит тоже. Ляг Пит от этого слова. Кабдан Ляг Пит. То есть это такой человек, который говорит, вот все, ты что не понял, что ли, я тебе сказали. Раз и все. То есть ты не можешь. Есть такие люди, которые они сами знают, но объяснить они не могут. Есть известная история, разница между подходом Елели и Шамая. Как-то Елель он был очень такой мягкий, а Шамай он был такой жесткий. И когда пришел один к Шамаю, говорит, научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. А Кабдан он был, Шамаю он был Кабдан такой, да, он линейку схватил, и еще не зря, там вот рассказывают, что именно линейку схватил, строительную такую. Он был строитель, там все четко. Он из этого линейка гнал его, побил его. Это он был Кабдан. И именно линейка, потому что он говорит, Тора это такая, такая, такая система, в которой все должно быть четко. Что это значит на одной ноге? Он пришел к Елелю, говорит, научи мне всей Торе на одной ноге. И пока стою на одной ноге. Елель говорит, значит, вот слушай, сын, он говорит, все Тора на одной ноге, это не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе. Да, и возлюбил, но он чуть по-другому сформулировал этот принцип. Видно, для того человека он бы его услышал только так. То есть Елель, он мог объяснить. Есть другая история про Елеля, как двое поспорили на крупную сумму денег. Один говорит, я его выведу все-таки из себя. Второй говорит, это нереально. Он не Кабдан, он самый такой спокойный человек. То есть Елель, я выведу его, я тебе говорю. Ну, значит, подождал он пока. Какой-то гневливый? Кабдан это, который и гневливый тоже, в этом есть и гневливость тоже. Значит, они подождали, когда перед Шабатом Елель залез в баню, чтобы перед Шабатом помыться. И тот подбегает, стучит в дверь его дома, стучит срочно, мне нужен Елель. А время перед Шабатом. Срочно Елель оделся, выходит. Что тебе, сын мой? Он говорит, есть у меня срочный вопрос к вам. Срочный вопрос, мне нужно знать, узнать все. Он говорит, какой у тебя вопрос? Он говорит, почему у каких-то, ну, назвал национальных, у них глаза узкие, у монголов. Почему у монголов глаза узкие? Елель говорит, очень интересный у тебя вопрос. Очень интересный, важный у тебя вопрос, сын мой. Говорит, у них глаза узкие, потому что там, где они живут, ветры. И они из-за ветра все время щурятся, чтобы в песок глаза не попал. И у них так глаза стали узкими. Тот говорит, да, говорит, понятно тебе. Ну, ладно, ушел, значит, ушел. Тот опять в баню залез. Опять тот стучит в дверь, соседа говорит, что срочно, Елеля, позовите. Срочный вопрос. Тот говорит, выходит, что, сын мой, какой у тебя сейчас вопрос? Он говорит, почему там у таких-то, таких-то стопы плоские, широкие ступни у них? Он говорит, о, какой интересный у тебя вопрос, сын мой. Он говорит, это, живут они, говорит, в местах, где местность такая, она болотистая и песочная, и там проваливаются. И у них они ходят все время ступни растопыривать, чтобы не провалиться. Поэтому у них ступни и широкие. Он говорит, ну, понятно, говорит, да. Спасибо. Значит, опять ушел. Тот опять в баню. Он опять стучит, это самое. Тот третий раз. Он за этот, на третий какой-то глупый такой же вопрос. Илья начинает на него отвечать и отвечать. Он говорит, вот, говорит, а тот уже сам всплыл, говорит, вот достал ты меня, говорит, я за тебя только что такую крупную сумму денег проиграл, что ты так спокойно отвечаешь. Он говорит, ну, говорит, а что делать? То есть даже если там, что бы ни случилось, я все равно буду спокойный и радостный. Такая история про Елеля. В общем, Кабдан, он не может обучать. Про другого Елеля. Про другого Елеля. Кабдан он не может обучать. Если человек такой вот, он Кабдан, он не может проводить уроки, потому что ему все время будет злиться. Влоколь амарбебы схара махким. И не каждый, кто умножает в схаре, схара это торговля. Он будет умным, умудрится. Здесь говорится такой принцип. То есть если мы вдумаемся в каждое слово, то видно сразу, не каждый умножающий в торговле станет умным. То есть это не категоричное утверждение. То есть здесь есть очень большой зазор. Как есть известная история, как один папа сын научит, говорит. Сыно говорит, тот, кто говорит вот категорично и однозначно и безапелляционно, он дебил. Потому что нет таких вот утверждений, которые 100% категоричные и безапелляционные и так далее. Сын говорит, папа, ты уверен? Абсолютно точно. На 100%. Значит, здесь Елель нам дает пример, как говорят мудрецы. Потому что в Талмуде в Брахот написано «Тельмад Лошенхол Амар Эниюде». Научи свой язык говорить, я не знаю. И даже Машер Абейну, когда он говорил про... Бог ему сказал, завтра я приду в 12, Машер Абейн в полночь. Он сказал «Махар Кэ», ну, как полночь. То есть он на всякий случай сказал, чтобы был зазор вот этот. И Елель нам тоже говорит «Локоль Амар Бэбэс Хорам Этим». Не каждый, кто умножает в торговле, он умудрится. Значит, бывают такие люди... Самая последняя история, которую я читал про торговлю, был такой Высоцкий. Чай Высоцкий. Он до сих пор есть этот чай. 75% чайного рынка Израиля принадлежит компании Высоцкий. Он учился в Ешиве Воложен. Я читал это, причем интересно, на российском сайте Лента.ру, огромная статья о том, кто владел Россией бизнесом перед революцией. И была у них даже такая шутка, что чай Высоцкий, сахар Бродский, а уже когда после революции, а вся Россия Троцкий. То есть, как бы вот так они говорили, кто рулит. И там была история именно про Высоцкого. Он учился в Ешиве Воложен. Потом после Ешивы Воложен, это была лучшая Ешива, которая вообще в еврейском народе, Рафхамий Воложен основал ученик евреевского гаона. Потом он после этой Ешивы пошел учиться к Раби Стролю Салантеру. И он несколько лет учился в Раби Строле Салантера. Это велитий был основатель движения Мусар, исправления себя. В чем интересно, что у него же учился, например, Саба Минавардак. Это был один из, тоже основатель такого движения в Навардак. Так, Саба Минавардак, он был купцом, который, увидев Раби Строля Салантера, один раз пришел к нему на урок, оставил весь бизнес и остался у него учиться. Да, Саба Минавардак, у него был бизнес, я читал его историю. А это в Исоцке, наоборот, он получился несколько лет у Раби Строля Салантера и решил заняться бизнесом. Вначале он занимался торговлей зерном. У него не очень хорошо это шло. И потом он начал расти чай, потребление чая. И он начал заниматься чаем, и ему принадлежало потом 35% чайного рынка России. То есть там миллиарды чая вообще. Но что интересно, что его все дети уже были нерелигиозные. Они поддерживали уже там эсеров, революцию и так далее. Его потом, ну, у них, естественно, все забрали в России. Потом в Европе, они перешли в Европу, все эти чайные дома в Европе. Потом нацисты все уничтожили. И осталась только та ветка, которая уехала в Израиль. И в Израиле до сих пор их компания процветает. 75% чайного рынка Израиля принадлежит им. Но написано, не каждый, кто умножается в торговле, он умудрится. Он будет хахамом. Он будет мудрецом. И интересно, что семья Рава Деслера, они занимались торговлей. Они были очень богатые. И они содержали ешивы в ковне. То есть они были самые большие тормимные ешивы, именно литовские. Вот эти вот учеников рабистроя Рассалантера. Но потом его семья разорилась. Сам Рав Деслер, он продолжал традицию семьи, что надо и учиться, и работать. Он переехал в Привалтийские тогда эти страны после революции. Потерял все деньги. И после этого стал только обучать торе. Только обучать торе. И в общем, здесь нет однозначных советов, потому что их и не может быть. Потому что три мишны назад сказал Рабан Гамлиэль, сын Раби Уда Наси, Яфэтал Мутура имдера Хэрец. Он сказал, хорошо совмещать изучение торы с работой. И именно идея от шны Мишака Хатавон. Что когда ты напрягаешься над двумя этими вещами, это забывает грех. Но он говорит, здесь в чем дополнение. Он говорит, если ты хочешь умудряться и идти по ступеням постижения божественной мудрости все выше и выше, то тот, кто Марбе, тот, кто много занимается торговлей, это ему не помогает. Известно, что Хапецхаем, у него был магазин, этот магазин у него процветал, но он решил, что мне нужно денег ровно столько, сколько мне надо для жизни. И он его открывал на несколько часов в день. Так как он вел дела правильно, у него была браха, то у него за эти несколько часов была огромная очередь, все. И он вообще закрыл, потому что это мешало, ну он считал, что это подрывает бизнес у других евреев. И он закрыл, занимался только изданием и продажей своих нит. Очень нет однозначного совета, просто он нам сказал, что, знаете, хочешь подниматься в божественной мудрости, то тот, кто много торгует, это ему тяжело, оно у него забирает, дальше будет совет его же, в котором он говорит, что Марбе Нихаси Марбе Дага. Тот, кто умножает количество имущества своего, у него умножается его забота. А забота, она у него забирает часть его мыслительного ресурса, и получается, что у него голова нормально не работает по торе. Он просто нам здесь раскрывает, как система работает. Теперь дальше. Следующее он говорит. И вместе, что нету людей, постарайся быть человеком. Что имеется в виду? Значит, когда ты попадаешь в место, где есть раввины, где есть учителя, где есть вся эта инфраструктура торы, то, конечно, можно расслабиться и стать учеником. Называется Талмит Хахам. Ученик мудрец. То есть, что очень приятно учиться у великих людей, очень приятно, как бы, спокойно жить такой вот спокойной жизнью, когда ты постигаешь тору, учишься, немного работаешь, у тебя, слава богу, все нормально и хорошо. Теперь и по торе не должен человек стремиться занять лидирующее положение. Не должен. То есть написано, тот, кто роде, храйковод, тот, кто гонится за ководом, за славой, за почетом, почет от него убегает. И мы видим из наших мудрецов, они всегда отказывались от этого почета, они всегда Маширабейну 7 дней отказывался перед Богом, чтобы идти выводить евреев из Едипта. Он говорит, есть Аарон мой брат, он меня старше, он живет там, у него зачем я, куда мне лезть? Они знали, все, кто мудрецы, они знают, что вот это гдула, величие, оно у человека сокращает жизнь, оно у него забирает. И в Каэлите написано, все время, пока человек властвует над человеком, это лиралу, это ему на зло ему идет, это все время. То есть, когда ты находишься над тем-то, над обществом, решаешь вопросы общества, то, с одной стороны, если ты это делаешь лешем-шамаем, тебе идет огромная награда, с другой стороны, если у тебя есть хоть какая-то там левая мысль, какая-то ошибка и так далее, то сразу идет отдача очень серьезная. Поэтому, в принципе, путь Торы, это убегать от почета, убегать от всех этих должностей. Но, сказал Елель, в месте, где нет людей, где ты видишь, что ты самый большой знаток Торы, где ты видишь, что никто не хочет брать лидерство, ты должен постараться стать тем человеком, через которого идет Тора. И не надо бояться, что у тебя не получится, потому что, если ты это делаешь по совету Елеля, и ты видишь, что нету Анашим, нету людей, которые действительно правильно ведут народ к Богу, к Торе и так далее, и ты тогда постарайся быть в этом месте человеком, а Бог тебе даст все ресурсы. Тут уже не надо бояться, потому что каждый раз, когда ты поднимаешься на следующую ступень, Бог тебе дает ресурсы, особенно если ты это делаешь лешем-шамаем, для того, чтобы... И закончу, значит, историю, как был один человек, который, он очень убегал от кого-то, от почета, он вообще просто хотел сидеть, спокойно учиться. И он спокойно сидел бы с Миндраши, учился, и люди к нему приходили, задавали вопросы и просили благословения. И он говорит, я не цадик, я не праведник, я не раб, зачем вы мне задаете вопросы, зачем вы мне просите благословения, есть люди более достойные, чем я. И пошел слух, что он реально цадик, что он такой праведник, что он... Значит, к нему прямо очереди, толпы такие к нему уже идут, люди из других городов, а он просто как бы скрывается, но если он сильно просит, он говорит, ладно, пусть Бог вас благословит, все, люди, вау, Бог благословит нас. И пошла про него слава вообще огромная. И он встречает своего знакомого и говорит, я не знаю, что мне делать, хоть переезжай в другой город, потому что толпа людей, все думают, что я цадик, а я же не цадик, все думают, что я раввин, задают вопросы, я же не раввин, что мне делать, не знаю. Кто-то ему говорит, смотри, говорит, написано, что тот, кто убегает от почета, почет гонится за ним, а тот, кто гонится за почетом, почет от него убегает. Так ты тогда выйди в субботу на Биму в синагоге и скажи, я не цадик, я не раввин, объяви это, чтобы все знали. Это в начале было. В начале к нему немного людей приходило, потом посоветовал он ему этот совет первый, чтобы он вышел, сказал, что они цадик, не раввин. И он вышел, объявил, что они цадик, не раввин, и тогда пошли к нему еще больше людей. И он к нему встречается с ним второй раз, говорит, что ж ты мне насоветовал-то, это же наоборот хуже стало. Он говорит, давай тогда наоборот сделаем. Ты выйди и скажи, я цадик, я раввин, я значит все знаю. И они перестанут тебе ходить. Он говорит, ты понимаешь, я хоть и не цадик, и я не раввин, но я же и не обманщик, я же не могу. Я же не могу выйти и набрать, что я цадик, и я раввин. Значит, говорит, у меня выхода нет уже получается. Значит, мир Тора, он такой действительно, ну, необычный, он живет не по обычным законам, но потому что это духовный мир. И, значит, давайте подведем итог. Значит, первое, к чему ведет Елель в этой Мишне, он говорит нам конкретно, что ты не можешь, быть буром, не можешь быть вообще невеждой, ты не можешь быть амарец, просто остановиться на там простых этих-то вещах. Ты должен учиться, ты должен не быть баяшаном, когда ты учишься, и не должен быть капданом, таким педантом, когда ты обучаешь. Не надо слишком умножать в торговле, и в месте, где нет людей, постарайся быть человеком, то есть везде, где ты являешься самым главным знатоком Торы, делись, делись, обучай, рассказывай, поделись обязательно этим видео, потому что так мы распространяем Тору, божественное знание в мире, это наша функция. Все, удачи, успехов, встречаемся на портале воикра. Все, пока. Пока.